Привет, Россия! Большой хоккейный день сегодня в недавно наступившем 2016 году. Молодежный чемпионат мира, стадия полуфиналов. Осталось провести на этом турнире лишь три игры. В двух из них примет участие сборная России. И если сегодня сделать все как нужно, то завтра будет финал с участием нашей сборной. Задача, которая стоит перед сборной России, может представляться в разной степени сложной, в зависимости от того, насколько хорошо вы представляете, с кем ей предстоит играть. Но, откровенно говоря, сегодня совершенно очевидно, нас ждет самый сложный соперник на молодежном чемпионате мира 2016. Ну, на стадии полуфиналов-то легких не бывает уже соперников. И, как показал четвертьфинал, собственно говоря, и в четвертьфинале, в играх на вылет вообще недооценка соперника там, или, может быть, некоторая безалаберность, они чреваты, чреваты очень. Что радует, что, смотря на все... ...что ребятам под руководством тренерского штаба Валерия Брагина удается делать то, что надо. И именно это сделали в концовке матча в здании, когда нужно было сравнивать счет, и нашли силы и возможности это сделать. Ну и, собственно говоря, выиграли в овертайме. Потрепали нервы и себе, наверняка, и болельщикам. Но, тем не менее, самое главное сделали. Прошли в полуфинал, где сегодня встретятся со сборной командой Соединенных Штатов Америки. Две команды на этом турнире по результатам группового этапа. Обе они играли в одной группе, в группе А. И по тому, насколько они легко и непринужденно, не замечая своего соперника, прошагали в полуфинал, представлялись большинству безоговорочными фаворитами. Одной из этих команд уже нет в качестве соискателя золота. Сборная Швеции капитулировала перед хозяевами. Сборная России играет против другого фаворита. И да, американцы местами производили просто фантастическое впечатление. И то, как они разделались с чехами 7-0, и то, как они уверенно победили канадцев, и то, как они уничтожили Швейцарию, забросив десяток шайб, и то, как они не смогли забросить, но пропустили лишь одно от шведов, должно внушать уважение. Впрочем, ни в коем случае не должно внушать страх. Каждая игра на вылет – это новый отдельный матч. И вот сегодня самая главная игра в сборной России. Через три минуты сборная России и Соединенных Штатов Америки. Судейская бригада сегодняшнего матча. Канадец Брэд Айверсон и швейцарец Марк Виггант. Главные арбитры – линейный Николя Шартрант-Пише из Канады. И Паси Ниеменин из Финляндии. И ваши комментаторы – Александр Ткачев. И я рад приветствовать рядом со мной моего коллегу, человека, который героически, сражаясь с простудой, провел уже и первый полуфинал – Александр Хаванов, дамы и господа. Добрый вечер. Еще разок. Действительно, на стадии игр на вылет легких игр и легких соперников не бывает. И в этом отношении такая вот тяжелая игра со сборной Дании в четвертьфинале, которые, кстати, присутствовали здесь на первом полуфинале, прям сидели вот под нами датчане, она, может быть, несколько упрощает тренерскому штабу задачу подготовки к матчу с американцами. То есть сомнений нет. У сборной России есть и инструменты, и личности, способные решить задачу в полуфинале. И они это уже показывали на этом чемпионате мира. И от Владислава Каменева, забросившего, сравнявшего счет в матче с Дании, и забросившего победную шайбу, и до игроков четвертого звена, не раз выручавших сборную России в самых тяжелейших ситуациях. Сегодня понадобится усилие всех, абсолютно всех игроков, которые окажутся на лавке в запасных и на льду в матче со сборной Соединенных Штатов Америки. Единственная действительно важная новость, касающаяся составов обеих команд, это пост номер один в сборной России, который сегодня занимает Илья Самсон. Это действительно решение, которое могло считаться напрашивающимся, решение, которое может считаться неожиданным. Это то решение, которое прятал тренерский штаб, говоря, мы знаем, но пока не скажем этого публично. И это решение, которое, безусловно, будет играть свою роль в этом матче, потому что работы и у Ильи Самсонова, и у Алекса Недельковича наверняка сегодня будет более чем достаточно. 18 лет российскому вратарю, первому номеру российской сборной Илье Самсонову выступает за Магнитогорский Металлург, причем выступает за основную команду в континентальной хоккейной лиге этот вратарь. 14 матчей за Магнитогорский Металлург в этом сезоне, процент отраженных бросков очень-очень неплохой, 92,9 процентов. Ну и, собственно говоря, один матч у него был на предварительном турнире Валерий Брагин на ваших экранах, сосредоточен. Ну и, собственно говоря, один матч у Самсонова на предварительном этапе против Белоруссии. Провел его Илья в воротах сборной России, ну и в том матче сборная России победила. Победила убедительно со счетом 4-1. Итак, давайте к составам обратимся. Илья Самсонов, о котором только что говорил Александр Хаванов в воротах. Александр Георгий в запасе. Тройки сборной России. Первое звено. Тройка Павла Красковского, у которого 12 номер. Вместе с ним Егор Коршков, 26-й. Александр Полудин, 13-й. Второе сочетание в атаке у сборной России. Капитан команды Владислав Каменев, 16-й. Вместе с ним Максим Лазарев, 11-й. Евгений Свечников, 7-й. Звено номер 3. Кирилл Капризов под 17-м номером. Вместе с ним Андрей Светлаков, 8-й. Андрей Кузьменко, 21-й. И, наконец, четвертое звено атаки сборной России. Родель Пазлиев, 19-й. Его края Артур Лаута, 23-й. Александр Дергачев, 25-й. Четыре пары защитников. Егор Рыков и Никита Жульдиков, 28-й, 29-й. Первая пара. Второе сочетание. Иван Проворов и Александр Микулович, 9-й и 15-й. Сергей Бойков, 2-й. Егор Воронков, 22-й. Третья пара и четвертая. Дмитрий Сергеев и Дамир Шеребзянов, 3-й и 4-й номера. Илья Самсонов. Еще раз скажу, в воротах Валерий Бурагин, главный тренер. Единственная вещь, которую нельзя делать против американцев, на что нарвались чехи в четвертьфинале, это когда терять шайбу в своей зоне или позволять американцам перехватывать. Три шайбы, включая победную, забросили американцы, как раз перехватывая шайбу в чужой зоне. То есть фактически даже создавать-то ничего не приходилось. Перехватывали шайбу, доставляли ее на пятак и забрасывали. Поэтому очень внимательно должны играть сегодня наши защитники и центральные нападающие. Для неплохого броска не долетает шайба до американского голкипера после броска Евгения Свечникова. Теперь давайте к подопечным Рону Уилсона обратимся. Первое звено у американцев просто потрясающе проводит этот турнир. Впрочем, если бы дело было только в первом звене, накрыть его и было бы проще. Тем не менее, первое звено у американцев наводит шороху действительно с первого и до последнего матча. Остон Мэтьюр 34-й, вместе с ним Мэтью Качак 7-й и Колин Уайт 18-й. Еще один момент у ворот американцев. На сей раз уже действительно реальный момент, который требует внимания американского голкипера, оставшегося без клюшки. Подогнали клюшку ему партнеры. Будет удаление. Капризов вылезал из угла с шайбой на ворот Алекса Недельковича и в результате заработал удаление. И момент создал очень-очень неплохой. И большинство будет у сборной России. На отложенном штрафе не получилось у россиян создать моменты. Большинство сборной России по статистике второе на турнире перед сегодняшним днем 33,3. Ну, переводя на простой язык, три возможности заброшенная шайба. Все отлично сделал. 15 возможностей, 5 заброшенных шайб. Причем... Меньшество у американцев, Саша, сразу же закончу, тоже третий. 91,6. Очень в таком силовом стиле. Капризов, не будучи большим там... Не обладая большими габаритами. Но, тем не менее, очень здорово прикрыл шайбу. И, несмотря на противодействие Зака Беренский, сумел вытащить ее на пятак. И отличный момент создал. Не хватило чуть-чуть пространства, чтобы поднять шайбу над щитком Недельковича. 18-го номера сборной России. Выбросили американцы шайбу в нашу зону. Так что, приходится тратить время, чтобы вернуться. Сумели уже доставить шайбу. Сумели расположиться в зоне. Коршков получает обратно шайбу к синей линии. И снова на Коршкова. Тот передача на пятачок Неделькович. Щиток Недельковича снимает вопрос с этим моментом, который был очень голевым. Павел Красковский попадает в щиток американскому голкиперу, который ждал этого броска. Тем не менее, первый шикарный момент сейчас в этом большинстве «Солнце». Причем это была именно передача от Коршкова. Все сделал очень здорово. И скрыл эту передачу. Показал, что будет бросать 26-й номер сборной России. В результате передача на Красковского. И у того была возможность уже завершать. Но не получилось. Неделькович, который провел практически все время в воротах сборной США на этом турнире. Основное. Надежен в этом эпизоде. Попадает вовсай час «Россияне». Еще 48 секунд. Вбрасывание на синей линии. Меняют американцы четверку. Естественное дело. Получив такую возможность, «Россияне» выпускают свежую пятерку большинства. Опа. Но, видишь, да. Сумел обработать шайбу Красковский. Даже сумел бросить. Но, опять же, надо было поднимать. Не получилось это сделать у 12-го номера сборной России. Лаута, Дергачев и Фазлий. Четвертое звено по заявке. Вместе с первой парой «Рыков» и «Жульдиков». Такая пятерка у сборной России будет заканчивать большинство. На которой еще прилично времени. 35 секунд. Легко сумели на сей раз попасть в чужую зону. И расположиться бы с ней, в ней с комфортом, что не получается. Шмальц вытаскивает шайбу на серос. Американцы не отбросились, а увезли шайбу на нашу половину. Тем не менее, все равно достаточно быстро сборная России. И это Шмальц, да, вернулся на лицевой борт. И, собственно говоря, помешал Александру Дергачеву сохранить шайбу под своим контролем. Последние секунды. 5 секунд есть. Фазлиев еще одна попытка вывести партнера на бросок. И шайба покидает зону американцев. Заканчивается и игра в неравных составах. Давайте теперь к составу сборной США вернемся. Которой помешала назвать игра в неравных составах. Итак, Мэйк, Качак и Уайт. Первое звено сборной США. Второе сочетание. Кристиан Дворок, центральная. 11-е вместе с Соней Милан и Андерсом Бьорхом. 28-м и 10-м. Третье звено у Рона Уилсона. Ник Шмалц, 9-й. Райан Тичков, 21-й. Брок Бессер, 23-й. И четвертое звено. 13 нападающих у американцев. Райан Макиннис в центре под 17-м номером. Вместе с ним Райан Доната, 19-й. И Скотт Инсер, 14-й. И есть еще Алекс Дебринкат. С одной стороны, очень и очень весь такой распиаренный. И потенциально звездный. Вздух складывался. И он вернулся только в прошлом матче. В четвертьфинале столько будет играть сегодня. Большой вопрос. 12-й номер у него. 7 защитников, соответственно, остается. Если 13 нападающих. Первая пара капитан американцев. Зак Меренский, 13-й. И Брэндон Карло, 26-й. Второе сочетание. Луи Бельпедио и Уилл Борген. Восьмое и 20-й. Третья пара. Чет Крис, 4-й номер. Чарли МакЭво. И 25-й. И седьмой защитник. Брэндон Фортунато. Алекс Неделькович, основной голкипер американцев на посту номер 1. 31-й номер у него. И в запасе Брэндон Халдерсон, 36-й. Рон Уиллсон, главный тренер сборной США. Четвертое звено сборной США на площадке сейчас. Атакуют ворота Ильи Самсонова. Вот от них следует ожидать. Ребята будут, во всяком случае, очень нацелены на ворота. Много будут набрасывать и искать шайбу уже там. Здесь никаких иллюзий о том, что это, ну так скажем, сильнейшие индивидуальные игроки. И даже у них самих, по-моему, нету. Очень нацелены на ворота. До конца будут идти и бороться на пятаке. Но, собственно говоря, я надеюсь, что много единоборств у наших защитников. Сегодня нападающие четвертого звена сборной США не выигрывают. Первая рекламная пауза, которая, наверное, может позволить успокоиться кому-то, если такое нужно. Можно и нужно наверняка говорить о истории встреч между этими командами. Хотя нюанс заключается в том, что это все-таки турнир с возрастным ограничением. И поэтому то, что было когда-то, особенно если это было давно, большого значения не имеет. Тем не менее, сборная США и России встречались в последние разы в плей-офф успешно для сборной России. Сборная США, тем не менее, за последние пару десятилетий сумела выиграть три молодежных чемпионата мира. В том числе тот, который был в Финляндии. Но, когда на пути у нее вставала сборная России, у американцев традиционно возникали проблемы. Впрочем, из этих двух-трех молодежных чемпионатов мира, один у американцев не только в Финляндии, еще один как раз в России в Уфе. Добавлю, что вот именно эта сборная команда США, причем вот этот вариант именно Рона Уилсона, исключительно терпеливая команда. Даже в матче со шведами, которые американцы проиграли, причем проиграли с таким минимальным счетом 0-1, но тем не менее... При этом под 50 бросков в форуме. 60 минут, да, делали то, что надо. И несли шайбу в чужую зону и бросали, но вот пробили. А в четвертьфинале вообще просто, по большому счету, просто перетерпели. Перетерпели сборную Чехии, заставили ошибаться и дожали без особых проблем. Выбрасывают шайбы россияне из собственной зоны. Сейчас попытка побороться за шайбу в зоне американцев, попытка, у которой есть шансы на успех. Не получилось Сони Милана в итоге двороку, делает передачу на выход из зоны, а тут возвращает Милан уже в чужую зону. Но я у американцев длинная атака точно не получится. Внимательный камень в центральной зоне сейчас сошлись. За Сони Милана, в особенности по началу четвертьфинального матча против Чехова. Чехов был самый заметный хоккеист в составе сборной команды США. Много проблем как раз для защитников сборной Чехии создавал на выходе из зоны. Да, практически обе шайбы, которые американцы забросили, первые, и они были без участия. Мэтьюзе и остальных звезд первой тройки. А у Сони Милана. И вообще у него такая особенность, вот мы с Александром Ховановым большую часть матчей американцы подработали. У Сони Милана первые половины матчей получаются лучшие ярче. Поэтому да, особенно на старте сейчас стоит за ним следить по вниманию. И выигрываем вбрасывание в чужой зоне. Наброс от синей линии от Сергея Бойкова. И дальше попытка нанести бросок не получается. Бросок у Александра Дергачева. И американцы вывозят шайбу. Довез ее Шмалц до красной линии. И переправил в чужую зону так, чтобы не было проброса. Ну а дальше борьба за воротами, которую американцы выигрывают. Хорошо, что сейчас некому было делать передачи. Шмалц там был, но он был накрыт. И там было двое россиян на пятачке. Потому что подобные вещи караулить американцы будут наверняка. И к этому должны быть готовы россияне. Сейчас очень неплохо начало смену свое четвертое звено в сборной России. Выиграли вбрасывание. Это верить дело до наброса на пятачке. Но закончили смену эту в своей зоне. Закончили ее пробросом. И сейчас американцы свою пятерку меняют. А у сборной России такой возможности нет. Игроки четвертого звена остаются на площадке. Против первого звена американцев. Устин Матер с шайбой. Колин Уайт. Не успевает сделать передачу. И партнеры не успевают помочь. Поэтому сумеют выбраться россиянные из зоны. Побежали меняться. Трое точно поменялись. Четверо поменялись. Фазлеев дальнее. Ему сложнее. Но придется еще подождать потерпеть. Возможности смениться. Самсонов останавливает шайбу за воротами. Американцы еще только закатывались в зону в этот момент. Поэтому не было никакой угрозы. Можно было не торопясь оценить ситуацию. И теперь уже россияне здорово отборолись. Выцарапали шайбу. Бросок. При этом бросок как раз в тот момент, когда нападающий прокатывался перед американским голкипером. Наносил бросок Дмитрий Сергеев. И поэтому у Недельковича могли возникнуть проблемы. Ответ американцев в качах. Изома и Самсонов на чеку уже успел сесть на щитки и ждал этот бросок. Обменялись опаснейшими моментами в этой смене сейчас и россияне, и американцы. Пока так и получается. Фактически обмениваются моментами команды. В предыдущем эпизоде четвертое звено выиграло в бросок сборной России. Выиграло в бросок не довело дело до броска по воротам. Мы сейчас вот потом, канадцы ответили на этот выпад. И сейчас вот уже усилиями, усилиями других звеньев попеременно команды создают опасные моменты у ворот друг к другу. Пока таких вот хороших, хороших голевых моментов немного. Но тем не менее, возможности для бросков, для бросков из пространства перед воротами есть и у тех, и у других. Четвертое звено американцев теперь против нашей первой тройки. Зеркальная картина в предыдущей смене, когда был проброс. Рон Уилсон наложил первое звено на нашу четвертую тройку. Теперь россияне ответили фактически тем же. Мэтью Ткачак на ваших экранах. У него как раз был последний. Хороший махадил на ворота Ильи Самсонова, но голкипер сборной России сыграл исключительно надежно. Макинес и Красковский встретились на точке выбрасывания. Выиграли выбрасывание россияне. Сейчас переправили шайбу в чужую зону, но поспеть туда никому не удастся. У Веренской огромный гандика, поэтому здесь что-то сделать сложно. Правда передача Веренской для доната оказывается неожиданной, слишком сильной. И поэтому не успевает он подставить крюк. В итоге проброс. И сборная России имеет возможность поменять свою пятерку, чем пользуются. Американцы такой возможности не имеют. Так что у них остаются доната Макинес и Индзор. А у нас появляется звено номер два тройка Владислава Каменева. Ну и да. Каменев, Лазарев и Свечников. В полуфинале даже в начале матча мелочей не бывает. И когда есть такая возможность подсмениться и попробовать наложить звенья, уже в самом начале игры, как бы на физике это пока еще не сказывается. Но тем не менее, тренеры, видно, пользуются этой возможностью. И вот теперь будет у американцев возможность сменить свое звено. Посмотрим, будут ли они это делать. Потому что все-таки игроки первой пары обороны были на площадке. И именно это и происходит. Игроки четвертой тройки нападения сборной США едут на лавку, а Беренский и Карла остаются на площадке от защитников первой пары. Второе звено теперь и у американцев. Звено Кристиана Дворака. Свечников шайбу выцарапал. Дальше отпасовал к синей линии. Пытался найти защитника. Нашел американского нападающего. Милана здорово прошел левым флангом. Выкладывает. И счет голам в этом матче открыт. Собственно, то, о чем говорили мы, то, о чем говорили многие. Держать ситуацию под контролем на собственном пятачке жизненно необходимо. И вот он Сони Милана, о котором мы с Александром Ховановым буквально пару минут там и назад вспоминали. Сони Милана, создавший очередной американский гол в стадии и плывел. Опять же, тренеры ненавидят такие голы. Вот опять же, не возьмусь говорить за Валерия Николаевича Брагина. Но, тем не менее, вбрасывание в чужой зоне. В 50 метрах от твоих собственных ворот. И атака заканчивается броском-броском поворотом. Есть заброшенные шайбы в таком важном матче, как полуфинал чемпионата мира. Причем, вот я сейчас на повторе с разных точек смотрю, в момент, когда шайба забрасывалась, в нашей капитантовской позиции казалось, что Бьерк дотянулся до шайбы. На самом деле замкнул на дальние штанги уже Кристиан Дворок. Передача у Сони Милана. И да, и в этой ситуации... Шайба для Дворока, седьмое очко для Милана. В этой ситуации Самсонов даже дурочит, но как бы не мог. Передача и там с 30 сантиметров замыкал уже этот прострел вдоль ворот Милана Кристиан Дворок. И в результате 1-0 сборная России пропускает первый в середине первого периода. Чет Крис сохраняет для американцев шайбу в зоне. Сейчас тоже звено у сборной США после заброшенной шайбы традиционно для североамериканцев. Ну, традиция, которой не 300 лет, но, тем не менее, как принято нынче. Каприза. Первый бросок не опасен, а вот со вторым Неделькович вынужден был справляться. И шайба повыше, может быть, Недельковичу было сложно. Так он успел подготовить все и щитком лезнул, тут же накрыл. А вот это хорошо и полезно. Ответить на заброшенную шайбу, на пропущенную шайбу. Хорошим моментом перевести игру в чужую зону и нанести бросочек. Я согласен, шайба пошла повыше. Недельковичу было труднее. Но и так бросок у Капризова получился очень-очень неплохой. Безусловно, лучше так, чем без броска. Это вообще не вопрос. Вот он, Соня Милана, человек, который раздал 6 вилевых передач на турнире. Крупным планом был один из наиболее ярких в составе сборной США. Хотя и не позиционировался никем, как главная звезда в этой сборной. Тем не менее, таковой и является, без всяких вопросов, наряду с Качаком Мэти Замевой. Обозвращенец с предыдущего чемпионата мира, также в Торонто и Монреале, защищал цвета сборной США Соня Милана. Позлеев с разворота от борта на пятачок. Лаута поборолся, не успел, не хватило ему времени и пространства, чтобы что-то сделать с этим пасом. И тут же ответ американцев опасно, потому что здесь свободный. И ух, прощает сейчас Райан Хичкок, прощает сбор России. Райан Хичкок, у которого 0 заброшенных шайб. Вот так и останется. Да, да, посмотрим. Показываем там крупно Илью Сансонова. Ну, так же, очень непростая ситуация для него, потому что было и время, и пространство у Райана Хичкока, чтобы попробовать обыграть, но, что немаловажно, остался прямо перед шайбой Илья Сансонов. И, собственно говоря, выдавил игрока вместе с защитником, да, это был Байков. Вместе с защитником выдавил игрока на периметр и не позволил направить шайбу в дальний угол ворот. То есть прямо мимо щитка отправил шайбу Хичкок, но она прошла не только мимо щитка, но и мимо дальней штанги. И мы видим еще и Байков-то и Клюшко успел подставить. Это неприятный момент перед воротами сборной России. Брок Бессер делал передачу, третье звено американцев. Во всей красе, не во всех матчах, но и у него были свои какие-то такие звездные отрезки. И, наверное, Ник Шмал здесь самый яркий, но и Хичкок с Бессером тоже способен себя показать. Так что и с ними держать ухо во строк безусловно необходимо. 11 минуты первого периода. Заметен еще из-за того, что он в большинстве ухо и в меньшинстве. Матюш выигрывает вбрасывание на синей линии американцев. Хачак шайбы коснулся и теперь Матюш поборется, успешно поборолся за нее в зоне. Опаснейший момент, куда Хачак попадает, видимо, в штангу. И надо было выводить шайбу. Вот самое главное в этой ситуации было. Спасибо сейчас, конечно, что разобрались в итоге. Но сразу увести шайбу от ворот. Был шанс, и надо было, конечно, им пользоваться. Ответ сборной России! Бросок! Добивание нужно! Нет добивания! И опять получается, моментом на момент. Великолепный момент был у Матюшка, и там я был уверен, что выручил Самсонов. Наверняка повтор увидим. И в ответной атаке уже великолепная, пожалуй, лучшая возможность у сборной России в этом матче для того, чтобы выровнять ситуацию в счете. Карла не торопится. Меняются американцы, меняются и россияне, поэтому никто активно не притягивает их в чужой зоне. А с Матюшкой появился к ним третьим Дебринка. Тот самый, который 13-й нападающий, но от которого многого ждали на этом турнире, который начался для него с того, что в конце первого периода, первого же матча. Да, это штанга. Это штанга, да. Он нанес колющий удар Канадцу и, естественно, был удален до конца игры, а в следующем матче со шведами получил травму. И вот вернулся только в плыве. И это вот как раз то, что я имел в виду. Потеря за собственными воротами и очень быстро доставляет гисты. Ягуты создают моменты. После выигранного бросования бросок от Максима Лазарева, может быть, не очень сильный, может быть, не очень опасный. Но, тем не менее, шайба добралась до створа. Неделькович вынужден был на нее реагировать, так что все равно хорошо. Еще одно вбрасывание в правом круге чужой зоны. Бельфедио и Свечников. Нападающий сборной России, защитник сборной США сейчас боролись на пятаке. И Свечников пытался. Пока нет заброшенных шайб или набранных очков у Свечникова на этом чемпионате мира. Безусловно, их ждут от первого номера драфта. От первого раунда драфта. Причем выбор Детройда. Детройда исключительно редко ошибается. Но пока молодежный чемпионат мира для Евгения Свечникова не совсем складывается. Донат получил шайбу на выход из зоны. Покатил, покатил, добрался до нашей зоны. И там, в общем, в целом очень здорово все сделал. Настолько здорово, что еле-еле отскочили мы от второй шайбы. И еще разок остров ворот выручает. Бесконечно выручать не будет остров ворот. Это точно стоит иметь в виду. И опять же тот же момент, который... Но это даже не американцы его создали. Они просто вынудили нас ошибиться и потерять шайбу. Поэтому очень аккуратно... Это то, что сгубило Чехов. Это то, что сгубило Чехов, да. Американцы, я говорю, поначалу, в особенности я сказал, что это очень терпеливая команда. Они готовы терпеть. Готовы терпеть только сколько надо. Готовы даже не пытаться что-то серьезно созидать. Но каждая атака будет завершаться забросом в нашу зону. И давлением в расчете на то, что заставит защитников сборной России ошибаться. Бросок от Кирилла Капризова. И затем в той же смене еще один бросок. Но, правда, на сей раз не точно от Андрея Кузьмин. Семь минут до окончания первого периода. Минимальный перевес в счете сборной США. Самое главное, игра додается. Моменты, моменты создаются. И броски есть такие хорошие по воротам Недельковича. Пока не хватает чуть-чуть по реализации. И ко всему бы я добавил еще и Самсонов. Выручает, когда у нас не такая простая ситуация здесь бывает. И потом он не стал шею. Если Самсонов выручает и перекладины штангами. Выручает, да. После броска. Но Самсонова будем надеяться и дальше. А вот закладываться на то, что Железо будет дальше играть за нас, явно не стоит. Я как бы понимаю, что разбирали игру соперника. Сборная Чехии, наверное, тоже разбирала игру американцев. Поэтому сейчас действия сборной России в обороне, они, конечно, хотелось бы, чтобы были несколько более успешными. Хотя пока счет нетрагичен абсолютно. Шесть минут еще до окончания первого периода. Соня Милана с шайбой в нашей зоне. По диагонали на пустой противоположный фланг, где ни одних, ни других вообще никого не было. И не обязательно. Но вот здесь ключевое слово ни одних, ни других. То есть если бы был крайний нападающий сборной России, то можно было бы попробовать сделать аккуратную, такую короткую передачу на выход из зоны. Но как раз крайнего нападающего в этой ситуации не было. И выйти из зоны организованно не удалось. А в результате попробовал сделать защитник этот через выброс, через стекло. И проброс, и шайба возвращается в зону сборной России. Вбрасывание будет справа от ворот Ильи Самсонова. Шмалс выигрывает вбрасывание в нашей зоне. Бельпедио бросает. Самсонов щитком отбивает шайбу и тут же ее накрывает. Еще одно вбрасывание у ворот российской сборной. Но сейчас есть возможность поменять пятерку, которой не было из-за проброса. Вбрасывание, которое заканчивается броском по воротам сборной России, и пришлось вступать в игру Илье Самсонову. И снова останавливать игру для того, чтобы у его партнеров появилась возможность смениться. А вот пытаюсь я посмотреть, тренерский штаб сборной США пока дает какие-то точечные указания. И Балерий Николаевич Прагин тоже как бы сзади по лавке прохаживается. Но тут очень активен Владимир Федосов. С защитником какие-то вещи пытается донести. Что-то, видимо, в начале этого матча пошло. Ну, если не по плану, то нужно вносить изменения в то, что увидел тренерский штаб сборной России после начала матча со сборной США. По поводу заброшенной шайбы Дворок и ассистент Милана я говорил. Зак Веренский еще тоже получил балл за передачу. 8 очков уже у защитника американцев на турнире. И соотношение бросков в этом матче к настоящему моменту 11-8 в пользу России. Бросков в створ ворот. То есть вот та штанга и перекладина американские, это не броски в створ. Я и говорю, что моменты есть. И хорошие моменты для бросков, для завершения. Пока чуть-чуть не хватает точности игрокам сборной России. Шмалс выбрался из угла. Уехал за ворота. Ищет варианты найти кого-то передачи под бросок. И пока не находит в момент борьба на пятачке между одним американцем и одним россиянином. Ну а теперь шайба перехвачена. Лаута закатывается в зону. Бросок подставленная клюшка американца Боргена. И шайбу летает в угол. Александр Дергачев здесь борется и поддерживает его в этом единоборстве. Артур Лаута. Но сумел американский игрок выбраться из-под этого давления. Это будет Борген. И сейчас привезли шайбу в чужую зону. И пытаются снова выгрузить ее на пятач. Походу пытаются поменяться американцы. Но шмалц, казалось бы, вечность на льду. Но его только-только сейчас получат возможность поменяться. Россияни добрались до чужой зоны, уже фактически завершив смену. Но задержаться в зоне не сумели. Лишь пяти минут еще играть. В первом периоде Полунин флангом. И между двух американцев не получилось в итоге просочиться. Одного-то он прошел. Свисток арбитра. В тот момент, когда американцы контролировали шайбу. Момент где-то у американских ворот случился. Причем поехали совещаться. Два главных арбитра. Насколько я понимаю, у удаления. Один из них как минимум зафиксировал удаление за удар по рукам. Полунин вылезал с шайбой. Вот сейчас нам покажут. Контролировал шайбу. Продолжал контролировать шайбу. И вот здесь Зверенский просто выбил клюшку и по руке попал капитан сборной США. А о чем тут советуются арбитры, не совсем понятно. Потому что арбитр, который принимал решение, был по непосредственной близости от эпизода. И судя по тому, что вбрасывание... А вбрасывание будет в зоне Недельковича. Численное преимущество будет у сборной России. Но тут два американца. Вот оно. Здесь и Веренский, и Качак. Модарок от сборной США просто потрясающий. И Рон Уилсон пытается сейчас получить разъяснение от арбитров. Но как бы он не был этим возмущен, недоволен. Вот Качак. А вот шесть человек. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. И там двое осталось. Насколько я понял, за нарушение чистого состава. Да, Веренский за свое нарушение. А, соответственно, Качак за коллективный штраф. Две минуты большинства. Пять на три для сборной России. Четыре с половиной минуты до конца периода. Времени уйма для игры. Пять на три. Каменьев. Два человека у нас сейчас на американском пятачке. Перевод налево. И дальше на дальнюю штангу. Нет, это даже передача была в центр на Свечникова. С нами сейчас нападающий из сборной России. Каменьев бросает. Голыхнул сетку с внешней стороны. Американцы отбрасываются. 35 секунд. Игры пять на три позади. Еще минута двадцать. Поргин сыграл самоотверженно. Принял бросок на себя. И после этого американцы вынесли шайбу. Свечников выцеливал бросок. Шайбу в итоге. Бельпедио перехватил и не сумел выбросить Колин Уайт. Шанс для Каменева. Еще один. Никак не выходят броски у капитана сборной России. Минута еще на большинство. Пятером против троих. И через борт. Через борт. Американцы выбрасывают шайбу из своей зоны. Очень спокойненько Капризов там контролировал шайбу за воротами за неделька. Еще не верил, что кто-то из защитников сборной США сумеет просунуться на него и выбить шайбу. Но именно это и произошло. 35 секунд еще большинства. Причем большинства двойного у сборной России. Лаута получает шайбу. Возвращает и получает вновь. Нужно уже выводить кого-то на бросок. Для игры 5 на 3, наверное, могло бы быть и побольше. Лаута бросок и добивание, с которым справляется неделька. Вот сейчас вытащил, безусловно, американский кипер. Момент, который был очень... Валяется в воротах неделькович, мне показалось, на повторе. И выводили. В итоге великолепный бросок у Артура Лаута. И это он демонстрировал не раз. Даже здесь, на чемпионате мира, да и в континентальной хоккейной лиге. Это первый момент, который был после выигранного выбрасывания у Кирилла Капризова. И сумел выручить свою команду Алекс Неделькович. И здесь еще и Клюшкой. Здесь Клюшкой просто здорово сыграл, конечно. Полунин бросал, был уверен, что наверняка. А у Недельковича Клюшкой все в порядке. 12 секунд игры 5 на 3 у сборной России. 2.48 до конца периода. Эти 12 секунд имеют значение. Капризов поехал меняться. Не удается выиграть сбрасывание. Через борт американцы выбросить шайбу не сумели. Еще несколько секунд до возвращения двух американских удаленных бросок. Рядом со штангой проходит шайба, пущенная Дмитрием Сергеевым. И снова не точно. Причем бросал бы Коржков сразу, как получал шайбу в ближний угол. Были бы шансы. Но он решил бросить в дальний, подработав, приняв, сделал все для себя удобно, но не попал. Зверенский и Качах вернулись после штрафа, который сборная России не смогла превратить в заброшенную шайбу. Ну и теперь уже столкновение. Показывает нам Егора Коржкова, одного из самых заметных игроков сборной России. На этом турнире пять результативных передач было на его счету до матча с Данией. И в том матче сумел открыть счет и своим заброшенным шайбам. Егор Коржков и в сегодняшнем матче в первом периоде в большинстве имел великолепный момент. Что-то я на самом деле не совсем понял. Надо было бы поднимать шайбу-то, потому что он пытался пропустить ее низом в дальний угол на противоход Нигельковичу. Но там явно как бы шайба проходила мимо ворот. А поднимал бы в направлении уже куда бы тяжелее было вратарю сборной США. Потому что было и время, и пространство для того, чтобы это сделать у нападающего Ярославского локомотива. И сборной России Егора Коржкова. Поехал меняться Коллину Уайт, хотя звено его появилось недавно. Но вот сейчас Бессер появился вместе с Качаком и Мэть. Качак внезапно становится опасным броском. Потому что рикошет и шайба отскакивает к Самсонову, которому надо было быть на чеку. 18 минут отыграли команды. 1-0 по-прежнему в пользу американцев. 14-8 по броскам. Но если это зачтутся бросок 14-9, то все равно по броскам-то сборная России впереди. И 2 минуты игры 5 на 3. И 2 минуты игры 5 на 4. Все было. Да уж, лучший убийца меньшинства, лучший игрок команды в меньшинстве должен быть твой вратарь. И Нигелькович свою команду выручил в двух эпизодах. После броска Капризова, безусловно, щитком. И после броска Полунина, по-моему, когда уже Клюшки среагировал на бросок российского нападающего. Блестящих сейва 2, конечно, исполнил американский вратарь. Свечников пытался бросить, попал в ногу американцу. Веренский. Показывал всем видом своим Райан Кикток, что его атаковали на рубеже синей линии сборной России, но... Ну и видели, мне кажется, это арбитры, как он показывал, они видели. Последняя минута вот-вот пойдет первого периода. Полунин отправляет за ворота Коршко. Сумеет разобраться с Брэндоном Карло. Два 26-х номера сошлись за воротами сборной России. Но в итоге подъехал Красковский. Нет. Отскакивает шайба к американцам. И сейчас Бессер выкладывает шайбу Милана, который борется до последнего. И в итоге за то, что он борется до конца, едва не был вознагражден опасным моментом, который фактически сам и создал. Ну и в очередной... Снова Милана, снова передача. Возвращает себе шайбу в чужой зоне. Американцы доводят ее до пятака и прям напряжение чувствуется перед воротами Ильи Самсонова. Соня Милана вот именно такой передачей создал пока единственную углевую шайбу тогда. Дворог замкнул, а Бьерк по шайве не попал. Но вот на сей раз Бьерк он делал передачу и Бьерк бросал. Самсонов выручил. Пять секунд еще играть. Вбрасывание на синей линии средней зоны. Так что, по всей видимости, для первого периода список опасных событий на этом завершен. Вот еще разок повтор момента. Успел уже подготовиться и сместиться Самсонов. Положил щиток, ждал этого броска. И тем не менее, бросок этот был все равно опасным. И, безусловно, это не то, что хотел бы получать с расстояния в несколько десятков сантиметров российский галкипер на постоянной основе. Вот совершенно не то. Безусловно. Тяжелый первый период, в котором, ну, собственно говоря, было большинство, было большое большинство. Две минуты спортной России играло в пятером против троих. Но, собственно говоря, выровнять ситуацию в счете не смогла пока. На 10-й минуте Кристиан Дворок после передачи Сони Милана и Зака Веренский оформил пока единственную шайбу для этого матча. 20 минут позади. Американцы ведут 1-0. Но впереди еще как минимум два периода перерыва. 20 минут. Академа 12.30.